В ближайшее время, скорее всего в декабре, Россия, Украина и ЕС проведут газовые переговоры в Брюсселе. Глава Минэнерго Александр Новак сообщил об этом по итогам переговоров с вице-президентом Еврокомиссии Марышем Шевчевичем. Мы видим риски из-за того, что в течение летнего периода не в полном объеме были закачаны объемы газа в подземные газовые хранилища Украины. И, соответственно, возникают при низких температурах риски зимой недостаточности тех источников газа, которые традиционно являются источниками прохождения осенне-зимнего периода. Москва, по словам министра, готова предоставить от полутора до четырех миллиардов кубометров газа после предоплаты. Цену газа для Украины Новак назвал конкурентоспособной. Она на 30 долларов меньше, чем в Европе. Шевчевич, в свою очередь, сообщил, переговоры со Всемирным банком о деньгах для Украины на закупку газа вышло в финальную стадию. Конечно, четкая ясность относительно того, что транзит российского газа через Украину будет поддерживаться и после 2019 года снимет множество политических вопросов в Европе. Сейчас у нас есть три маршрута поставок газа из России в Европу. Северный поток-1, Ямал-Европа и Украина. Мы заинтересованы в сохранении всех трех. И, конечно, это может быть осуществлено только в случае, если объемы, транзитируемые через Украину, были бы коммерчески целесообразными. Новак и Шевчевич обсудили также проекты «Турецкий поток» и «Северный поток-2». А Москва готова предоставить ЕС дополнительную информацию о целесообразности, а в первую очередь экономической реализации этих проектов. Между тем, «Газпром», по информации «Оллстрит Джорнал», уже объявил тендер на прокладку «Труб Северного потока-2».